Союз общественников сегодня объединяет 32 организации. Каждая работает по своему уставу и планам, но вот городские проблемы решаются обща. Установка памятного знака жертвам Чернобыля, борьба с бродячими животными, освещение улиц в ночное время, качество пешеходного тротуара, так называемой дворянской. Лишь некоторые вопросы, поднятые неравнодушной общественностью. Одним из них уже решение нашли, другие – на заметке городских властей. «Хотелось бы коснуться и тех вопросов, которые звучали в наших письмах и горячих линиях. Это о том, чтобы упорядочить работу на сельхозрынке, где продукты питания продаются наряду с магазинами «Химия». И в летнее время тем крестьянам, которые приезжают в город для продажи сельхозпродукции, не хватает места». Общественники поднимали проблемы городских застроек, в частности, на привокзальной площади по улице Советской до Гагарина. По улице Калинина между домами 19 и 21. Не обошли вниманием и пустующее здание. В прошлом городские школы 10, 9, 1. Предлагали и свое видение решения проблем. Например, в помещении 10-й школы открыть культурно-спортивный центр для организации досуга детей и подростков. Также беспокоит общественность и существование городских СМИ, канала БТВ и газеты «Новое время». «У нас непростой город. Город воинской славы. Город, где сегодня, могу сказать честно, работает государственная власть. И еще у нас есть, работает и сегодня и полиция, и прокуратура и так далее, которые находятся на варнице рядом с нами. И поэтому забрали у нас радиоточку в свое время, потом вопросы мы поставили. И были случаи, когда на повестке дня опять поставил вопрос о том, что городе нужно радиовещание. Телевидение сегодня и газета – это частильщики улиц. И это они очень нужны нам, и мы должны все сделать от того, чтобы это у нас работало». Общественники поспешили узнать планы главы по развитию города. Спрашивали, и как будет строиться его дальнейшее взаимодействие с общественностью. Роман Иванченко ответил, что первоначально планирует наладить работу с гражданами, чтобы те не оббивали пороги в подступах к чиновникам, а сразу изъясняли свои проблемы и меньше времени тратили на их решения. Для этого при госадминистрации будет создана целая служба. Среди перспективных задач глава назвал «развитие экономики». «До этого времени глава администрации занимался большей частью хоздеятельностью города. В чем это выражалось? Сэкономить те скудные средства, которые к нам поступают. Вот и все. И всегда борьба шла за то, что что-то делалось неоткрыто, что-то делалось непрозрачно, где какие-то элементы были, коррупционные составляющие и так далее. Он виден, что глава администрации, конечно же, должен заниматься с ними вопросами, но в первую очередь должен заниматься развитием города и развитием экономики». О возобновлении работы городских предприятий, о перезагрузке жилуправляющей компании и сферы народного образования, об инвестировании в спорт и о том, что в ближайшем будущем бендерам хотят вернуть славу туристического города. До октября 2019 года планируют закончить реконструкцию бендерской крепости. Такая задача поставлена главой государства. «К сожалению, на сегодня потенциал нашей крепости не раскрыт. У нас даже нет туристов внутри республики. Там не приезжают организованные группы из других городов и районов, хотя это можно сделать». Сейчас создается реестр памятников и исторических мест города. Пересматривается режим работы этих объектов. В частности, наш музей должен работать по воскресеньям, так считает глава. Памятные места и мемориалы планируют привести в порядок. Также хотят возобновить работу стадиона и бассейна. В планах – реконструкция исторического здания Дворца пионеров и обновление аттракционов на набережной. Задач немало их намерены решать во взаимодействии с общественностью, заверил глава города. «Вопросов много, но есть на самом деле понимание, как это делать. Мы бендерчане, на самом деле у нас здесь особый дух. И, наверное, в том числе благодаря этому и существует Приднестровье. Поэтому это надо поддерживать и преумножать». Разговор получился содержательным, а закончился на позитивной ноте. От имени Черноморского казачества, отметившего накануне 25-летний юбилей, вручены памятные кресты главе города Роману Иванченко, управделами Александру Москалеву и еще нескольким лидерам общественных объединений. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!